Не спеть с соловью последнюю песню, потому что ночь и змея в гнезде. Не стать бойцу настоящим мастером, потому что страх и нежная промежность. Привет, седокрылые бронтозавры! Вы на канале Муай Тай Сикея, я Федорович. Покажу вам то, от чего в жилах стынет кровь, а осознание того, что где-то есть такие мастера, вгоняет в ступор. Видео, которое я вам сейчас покажу, как рождение гадюки. Вроде бы и противно, но глаз отвести невозможно. Борцухи, не обижайтесь, но глядя на это видео, боксер всегда скажет, вот почему не борьба. На всякую кастрюлю найдется крышка, а на всякую голову подмышка, или чего похуже. Конечно, чтобы начать заниматься таким вот рестлингом, нужно быть реально отчаянным парнем, который готов на все ради победы. В небе такая луна, два рестлера лежат друг на друге. Прекрасно сияние звезд. Сейчас вы будете в шоке от нереального мастера кунг-фу, который бросил вызов не кому-нибудь, а самому Алан Унгалани, топовому бойцу ММА и К1 промоушена Уан. Этот дикий пес со стилем смертельной чайки пришел в зал, где тренируется Алан Галани, топовый тяжеловес промоушена Уан, и бросил ему вызов, чтобы уничтожить жалкого здоровенного качка бойца. И у него это почти получилось, ведь он не умер, а остался жить. А если такие мастера остаются в живых, то рано или поздно они уничтожают свою жертву. Или в бою, или кирпичом по голове в подворотне. Какой прекрасный закат. Нгалани идет улыбаясь. Кирпич уже близок к его голове. А сейчас вы увидите настоящего мастера, который тренирует спецназ, лучшее спецподразделение полиции, который способен одной рукой, между прочим, разделаться с разъяренной толпой. Не верите? Смотрите сами. Эта машина для убийства настолько смертоносна, что ему даже дают в одну руку стаканчик кофе, чтобы он, не дай бог, не поубивал людей двумя руками. Ведь даже одной он выключает всех наглух. Но натянутый лук рано или поздно ослабнет, а кофе в стаканчике кончится. И что тогда начнется, мне страшно представить. Хорошо, что этот сенсей тренируется где-то очень далеко. Но я думаю, мы все равно узнаем, когда это случится. Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Оглох кузнечик. Ночь. Тишина. На собаку, виляющую хвостом, рука не поднимется. А на мастера, который не делает удары, тем более. Сейчас я вам покажу мастеров, которые начали появляться на нашей матушке земле, как саранча в засушливое лето. Этот мастер обладает техникой ядовитого пальца. В принципе, судя по его рассказу, каждый может стать человекоподобным скорпионом. Все, что нужно, это представить, что твой палец – это жало скорпиона, наполненное ядом. И при ударе противника выпустить этот яд, как со шприца. И все, противник повержен. А ты лучший боец на районе, нагоняющий страха на все живое. Вот правда, я не знаю, что с вами будет, когда вы будете штрыкать этим пальцем в тело какого-то отмороженного Васи. И не сможете выпустить яд. Как разлилась река? Лежит человек без сознания. Нет, не река. Красная кровь. И снова доставайте свои шапочки из фольги. Ведь только они способны вас защитить от бесконтактного воздействия великих мастеров. Тем более непонятно каких. Румынских или болгарских? Надев соломенный плащ, пожар не тушат. А выпив литру самогона, мастерами не стоют. Но это не точно. Глядя на этих ребят, которые как раз таки и раздавили не одну пляху на троих, а потом, наверное, посмотрев мои ролики, решили, что ничем не хуже тех же мастеров, решили сыграть в свой спектакль. Как всегда, выбрали самого старого, а молодежь оставили на подтанцовке. Но, видать, доза бурячихи была чрезмерной, ведь пацаны даже не отлетают. А все, на что они способны, это просто падать. И то не специально, а естественно, так как ноги уже не держат. Ведь из закуски всего-то и было две сосновые шишки на троих. А сейчас вы увидите, как работает настоящая Чи, которая способна вытянуть ментальное тело из физического. Настоящий воин тот, у кого есть милосердие, но у этого мастера его нет. Ради своей славы он готов уничтожать наивных и еще таких молодых учеников десятками, как Шансунг, высасывая из них жизненную силу и душу. Но мастер, наверное, не знает, что вместе с душой он также забирает себе и всю плохую карму и неудачу этого адепта. Так мне в прошлой жизни сказал один мастер. Что глупее темноты? Хотел поймать светлячка, а напоролся на шип. Ну а напоследок я хотел вам показать настоящего мастера кунг-фу, которым когда-нибудь, годика через два-три, наверняка стану сам. Когда я наконец-то осознаю, что единоборство это не тяжелые ежедневные тренировки с ударами по мешкам, физухой и спаррингами, а истинность их заключается в большом пузе, я стану мастером, которого еще не видел этот свет. Ибо откармливаться я буду не жалким рисом, а чебуреками, которые готовились в двухнедельном, черном как смоломасле, что даст особо качественную прибавку в понимании и сале. С треском лопнула тарелка, перебор с едой, вся на полу, ничего, доем. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.